А перед началом этого видео я вам хочу напомнить, что у нас для всех спонсоров доступен закрытый телеграм-канал, где мы прикалываемся в основном. Если вы хотите получить доступ сюда и в дискорд сервер, а также другие классные бонусы, то переходите по ссылке в описании на бусти и оформляйте спонсорку. Спасибо за поддержку. Всем привет, я Эмбра, наша компания продолжается за Туркменистан, и сейчас по фокусам я вышел в туркменизацию, потому что вы сказали в подавляющем большинстве выходить именно сюда. За русский язык, очень мало кто комментарий написал. И дальше вот, что мы делаем. Множество узбеков не имеет нашего гражданства, им приходится менять национальность в документах для получения прав. Из-за этого Узбекистан обидится на нас еще сильнее, а мы получим политическую власть. Уже как давно не существует Советского Союза, но даже это не остановило национальное меньшинство покинуть территорию суверенного Туркменистана и вернуться к себе, в родные республики. После развала Советского Союза многие уроженцы Туркменистана нетитульной нации, в основном узбеки, живущие на приграничных территориях, не имеют возможности получить гражданство. Дающие право на помощь государству получить образование, выехать из страны, являясь таким образом людьми второго сорта. Многие из них пытаются сменить национальность в документах, тем более государством такая практика поддерживается. В последний день многие национальные меньшинства, находящиеся на территории Туркменистана, не имеют гражданства. Мы должны выбрать риторику наших действий по отношению к данному вопросу. Значит, меньшинства должны принять нашу нацию в своих документах, то есть поменять, там же у них, я так понимаю, указывается национальность в паспорте, а они должны указать то, что они туркмены. А мы можем депортировать этих граждан, но страны их, титульные нации, должны оплатить услугу этой депортации, их же гражданам. Ам, подожди, узбеки, которые здесь, не имеют гражданства узбекского, ну и при этом и туркменского, получается так. Они же живут, а как оплачивать услугу их же граждан, но они же не граждане. Ну и понятно, в принципе, к чему тут все идет. Давайте не будем прожимать второй вариант, тут самого лайтового не дано, и то, и то, конечно, капец тот еще. Но давайте возьмем первый вариант, потому что не хочется снижать прирост населения, пусть там на 2 месяца. А 5 миллиардов, да это копейки для нас, мы 3 еженедельно получаем. А здесь политка плюс 50, давайте вот так. А дальше бытовой национализм, тут восстановление дивизии, приятно. Стабильность, поддержка войны, коэффициент авиаштурмовой атаки, это, кстати, очень жестко, очень. Для самолетов, бонусы, особенно для штурмовиков в этом моде это очень жестко, так как самолеты здесь имба. Ну и поддержка националистов. Нам бы сейчас, да, еще идеологию разгонять националистическую. Не то, что как бы плохо для нас, то, что идеология плохая, а то, что это еще одна идеология оппозиционная к нам. У нас тут вон реакционеры какие вышли, а Салафитовы, ну же 8% рамазанов. Тут еще Кадыров у нас, Езиз, и Али, вот Максад. И они оппозиционеры наши, удивительно, только не станет. Запретите все. Они сидят тут у нас, популярность набирают, а мы же не можем, да? Мы можем только поддержать свою парость, не как сказать, что вы что тут офигели, оппозицию создаете. Не можем, странно. А вообще как бы должны мочь. А, класс, смотри. А значит сейчас у нас больше не будет экономического бума, 100%. Но мы можем выйти в быстрый рост, в стабильную, либо же в стагнацию. Я всегда прожимал первый вариант, но здесь почитал поподробнее. Мы подталкиваем банки к большему риску и расширяем денежную массу. Мы облегчаем получение кредитов, поэтому падение будет ограниченным. Но критики называют это экономической вуду, поскольку оно смягчает удар по обрушившемуся рынку, но не устранит основные проблемы. Я никогда, ну, сколько помню, не прожимал второй вариант. А здесь мы можем ничего не делать. Если ничего не делать, катастрофа будет намного хуже, однако путь к восстановлению может быть более быстрым. Поскольку основной причиной краха в первую очередь было слишком много денег, поступающих на рынок в жилье. Вот оно как. Так, а я, конечно, прожимал сюда первый. А правильный-то я тут, по сути-то, второй, ничего не делать. И быстрый рост, ну, хоть нестабильный, либо же в стагнацию. Там шанс был побольше на 5%, кстати. Выходим в ассимиляцию нацменьшинств. Сейчас вот сюда, вот я здесь за кадром уже взял ограничить доступ в интернет. В последнее время наблюдается тенденция оскорбления власти в сети. Интернет. Мы должны немедленно ограничить к нему доступ, так как он благовно влияет на нашу молодежь. Стабильный сметал. 66? Эй, чё так? Популярный спрейтишный изменился после выборов на минус 25. Выборы, что ли? На выборах нет. Чё? Смотрите. А откуда-то такой процент съехал у нас? Минус 25 от выборов? С выборов нет. А чего тогда? Или оно висело уже? Это минус 25. А, утечка мозгов минус 10. Как бы, у нас было под 90 с копейками. Капец. А, здесь минус 10. Ну, короче, ладно, нас собирал я добавки стабильности, нормальный такой. Здесь минус 5, здесь минус 5. А, и здесь минус 10. Я просто не обратил внимания. Так бы, с них прощел, получается. Короче, здесь мы запретили оппозиционные СМИ. Вот о чём я говорил. Ну, я говорил не просто о запрете СМИ, а о запрете, в принципе, оппозиции. Как бы, её тут не должно быть в нашей стране. А то, мы же только не станали кто вообще такой. Здесь поддержка прозападной линии будет падать, и реакционеров тоже. Ну, оно как-то чё-то несло, так сказать, падает. Чем больше у нас поддержка нашей партии, идеологии, тем выше стабильность. Так что нужно бы хотя бы ради этого тоже повышать. Так, массовая цензура. Вот на целый год у нас утечка мозгов. Вот эти вот, знаете, вот это, старбаксы посваливали, значит. И прирост населения будет меньше. А население не будет падать. Это именно минус прирост. И стаба тоже вот, да, ушла. Ассимиляция нацменьшинств. Будет добавлена идея. Унитарность. Пактор военнообязанности, стабильность, поддержка войны. А вот националисты ещё будут расти. И стаба плюс 5. Немножко нивелирует через 3 дня. Под 70 будет уже хорошо. Так, и сюда вот ещё нужно будет идти. Под 8. Вот так оно работает. Да. Влияние в Пакистане сейчас 53%. Кстати, в Афганистане 25%. Хотя не влиялось туда никак, но разве что в Систанчике построил один раз. Инфраструктура, просто чтобы деньги куда-то втюхать. И здесь регулярно прожимая инвестицию в Пакистан, чтобы... Оп, это 3. А, я же в этом месяце уже прожимал. Там нужно месяц ровно 3 дней ожидать. Короче, вот так вот инфраструктуру прокачиваю здесь у него. Денежки наши туда уходят, и мы получаем инвестиции. А они дают нам 6% годовых. А это 0,063, но как бы в К лежат. Лишними не будут. Пристраивать деньги полезно. Ну и в АТЛ еще получаем. Шанс сейчас успешного переворота 65%. Ну нужно хотя бы 70%, что опять мало. Знаем нашу удачу. А идеология нашей нейтралитет 22%, ее, конечно, тоже можно разогнать, чтобы процент был побольше. Но потом опять разгонять влияние вот этого нафиг. Надо еще, знаете, куда нам инвестировать? Страны Терсидского залива. У них есть нефть. Мне вообще очень хочется знать, что сделать. Помимо того, что тут что-то туранчик собирать, заполучить нефть. Как можно больше нефти. Потому что сейчас мы чисто на нее и рассчитываем. Это наш основной источник дохода. Ну и технологические металлы всем копеек дают нам такое. Значит, здесь нейтралитет нашей идеологии. Значит, не нужно будет проводить переворот. Тут западная. Западная. Так, Катары. Оно это автократы, кстати. Тут есть прозападные автократы, которые, типа, американцы с ними дружат, но они автократы. Дальше. Здесь нейтралитет Катаре. В Бахрейне западная идеология. В Кувейте западная идеология. Значит, у нас на Катарочку можно. Но на Оман вполне себе. Нефти нормально только. Значит, Оман это у нас второстепенная. А Катар не держава. Но на нее тут, конечно, сложно быть, потому что у нее всего один регион. Давайте гражданскую промышленность. Процент. Почти 3 без копейки. 3. Нормально. И давайте еще здесь. Гражданская. Тут у нас 2,24. Неплохо. А вот Рухнама. Позднее время. Ночь. Сапар Мурат Аниязов, он же Туркмен Баши, следит за столом усердно работы над первым тиражом книги, в которую он пишет уже не первый год. Рухнама. Мой дорогой читатель, знаешь ли ты, что первую телегу на земле смастерили туркменам? Туркменское колесо не только изменило жизнь армии и государству, но развернуло ход самой истории, дав ускорение развитию мировой науки. Эпиграф Рухнамы. Ниязов был доволен своей работой. Наряду написания книги он проводил реформу в своей стране. В своей же книге он обосновал их значимость и пользу для его народа. Когда я закончил писать первую и вторую книги Рухнамы, я попросил Аллаха о том, чтобы тот, кто сможет эту книгу прочитать трижды, себя дома, вслух, час на рассвете, час вечером, чтобы он сразу попадал в рай. Так удобно. Ниязов сухмылкой закрыл только что написанную книгу. День, когда выйдет в тираж, а в школах ее будут обязаны преподавать. Уже настал. А ее значимость и вес в истории туркменского народа закрепится на века. Хорошо. Стаба плюс пять, политка плюс двесет. Но настоящий у нас писатель, это будет следующий президент. Это так, пока еще цветочек. Так, короче, история жизни минутка. Значит, я офигел от того, как туркмены в клубах зажигают. Ну вот, по крайней мере, сколько я раз наблюдал, вот столько раз это и было. Может, какие-то у меня определенные друзья туркмены были. Но, короче, весь прикол в том, что я подходил и спрашивал, сколько вы пили? А мы не пьем, мы трезвые. Чтоб мне так зажигать, мне нужно литр водяры втюхать просто. Мне хватит на пять минут, прежде чем я отключусь. Все, а они постоянно вот это вот так вот, понимаете? Капец. А еще момент. Значит, шашлыки едят? Я такой спрашиваю, свинина, шашлыки, нельзя вам кушать, и свинины. А они такие, так это шашлыки. А я такой, блин, по факту размотал реально. Извиняюсь. Вот так вот у них интересно. Не, ну, да, понятное дело, они все разные. Кто-то есть, кто-то не ест. Кому-то нормально, кому-то нет. Но просто ситуация интересная была. Так, значит, дальше. Опа-на, вот сюда выходим, затишили перед бурей. Что? Действительно. Восстание ноябристов. Политкиняр 600. Надо ее, может быть, немножечко еще сюда протюхивать. Так вот, чуть-чуть. Так вот, так вот. чтобы не пропадала зря топ-1 влияние туркменистан на оман сегодня было совершено вооруженное покушение неизвестной группы лиц на президента туркменистана сапар мурата неязова официальные представители власти сообщает что данное покушение было спланировано группа лиц из оппозиционных партий в числе которой входит бывший министр иностранных дел борис шихмурадов жив или президент туркменистана сапар мурат неязов достоверно неизвестно значится кровавый ноябрь здесь у нас борис придет в власти идеология реакционная он кстати ходит в идеологии либералы этого черта и он еще писатель то есть писатели много в туркменистане но этот путь он не проработан так что не завжив начинаем репрессий поехали покушение на туркмен баши сорваны преступников немедленно в тюрьму кто-то был еще с посмотрим так пакистан за три процента давай расти быстрее процентик а вода расти расти молодец не за остался жив после покушения и никак не пострадал он вышел из машины осмотрел сопровождающий его кортеж все машины сопровождающие его были обстреляны залпом из огнестрельного оружия группа лиц которая это сделала скрылась и осталась в неизвестности шоке он вернулся в здание парламента в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи с возникшими обстоятельствами кажись папа сегодня будет злой стаба минус здесь а у политка до минус 400 политический кризис на целый год дебафы политвласть прирост населения стабильность поддержка войны скорость 30 вот так вот на целый год отходняк у нас будет после такого большая чистка многие из группировки покушавшихся находились у власти это возмутительно нейтрал и наши идеология получит популярность и стабильность будем этого дела исправлять а то меньше половины у нас поддержка час нашей идеологии так число тургменских экстремистов граждан растет уровень характеристической угрозы повысится болен у нас стоит полицейское государство это вообще оно должно как бы максимально давать нам защиту от этого всего не при максимально чтобы так часто это выскакивало это реально часто же выскакивать начало а я еще палачу блин 05 приростом политвласти к еще и деньги забираются тут конечно вот этот протыкивать надо рейды так тут шанс конечно и гражданские могут быть убиты давайте попробуем и еще в принципе давайте в этот 25 политвласти у нас стать ох ты же а я жалуюсь у нас оказывается тут угроза тракторизма и радикализация минимальная среди всех стран вообще постсоветского пространства ну включая пакистан афганистан вот как она в узбекистане депрессия коррупция сдержана треть нифига си сдержан это третий уровень коррупции в россии сейчас 6 украине 9 то чувством происходит ну кучу в принципе ладно беларусь 5 польши 3 германии 2 в турции 6 в ранее 7 она реально подожди на старте игры тоже так хорошо не было по-любому сидел сейчас понижал как-то так по полиции тут у них базовое финансирование в казахстане крупный полицейский карагистане минимально таджикистане крупный а полицейская только у нас поэтому там дает свои конечно плоды вот здесь мы сейчас тоже это все дело улучшим меньше 20 должно стать до тяжести рактов уменьшился вероятность но он не уменьшилась но она тяжести играет давайте еще раз прожимаем команды ресурс нас кстати у насчет ввп большой поэтому можем взять еще одну ячейку шнадцать конечно стоит давайте а то как-то с двумя ячейками ну далеко не пройдешь надо еще вот и тут я вот это вообще кстати телекоммуникации не изучал таркменистан а надо надо бонус очень хорошие международных телеканалах транслируют митинги и забастовки которые прокатились по таркменистану в этих же дни была совершена неудачная попытка покушения на президента таркменистана спор мурата неязова в этих делах я на замешаны твари которые окружают нас ноябристы они же трактористы бывшего министра иностранных дел бориса шахмурадова чиновники которые сидят с турмен баши за одним столом либерах и демократы или как мы их привыкли называть оппозицию пришло время покончить открыть огонь кстати по истории истории вроде как он стрелял да я помню что не там был куда митинг они стреляли просто не помню этот президент или бирду мухаммедов на бирду мухаммедов лапочку вряд ли он так бы стал делать скорее всего да но ты смотри если все таки мы постреляем и арестуем эффективных чиновников ну то самое конечно важно что постреляем так это минус 20 все это людские ресурсы мин за 500 конечно это неприятно стабильность минус 8 более не зная стоит ли это вообще не такой вопрос популярность идеологии мы тут же как бы в любом случае наверно будем еще и повышать коррупцию будут падать опа велодорожки так давайте не будем мы так поступать все таки 20 процентов нам и забрать у остальных оппозиционных идеологи этого не стоит потому что здесь мы так будем повышать нашу поддержку партии остальных будет падать да и в любом случае переворота здесь не сделают никак пускай даже но и вырастет давайте посадим просто всех в тюрьму это как бы тоже нам поможет стаба 0 процентов еще сильнее в минус загонять не хотел смотрите еженедельные изменения минус 30 предкризис минус 30 мы кстати не так давно стали второстепенной державой второстепенный еще является не афганистан пакистан является узбекистане и является таджики станет с колька станет является казахстан является у нас иран это региональная держава ираг не держава аман 2 степенной катар не держала лучше меньше у них статус чем у нас выше тем проще влиять на эти страны давайте поможем еще вам мания так инфраструктуру вот предложение интересное Нет, не надо нам коррупцию Гражданские лица, вот все-таки были убиты Вот таким вот, значит, образом По-граждански мы и попали Ладно, 62% сейчас уже есть Очень хорошо Надо сейчас будет глянуть процент И, скорее всего, уже переворот может быть провести Ну-ка, давай-ка здесь сейчас мы Инфраструктуру еще, оба 55,5, вот так вот Стабильность 1%, видите, я прожал Додд радиальный вариант, было бы 0, а так хотя бы 1 Так, ну тут она будет еще повышаться И поддержка нашей партии тоже А потом только здесь конец политического кризиса Санкции против Франции Испания заявила А нафига? Ужас Ну здесь торговый будет А, нет, или экономический? Экономический, наверное Ну ладно, давайте Францию Какие националисты здесь? А что не Мари Липен? А, это Жан Мари Подожди, Мари Липен, что-то как-то постарело А, блин, я просто в политике не очень Жан Мари Липен, а есть Мари Липен, женщина Я так понимаю, это ее батя, наверное Ну, он еще и исламофоб Пророссийский, между прочим Санкции, да, блин, да Ох, как тут все голосуют против Капец, никто не хочет Санкций на Францию Значит, в втором году Еще до ноябрьских событий в Тургменистане Была построена тюрьма Осового назначения, которое содержало Себе политических заключенных И приверженцев радикального ислама Ее название Авадан ДП Находится к северу от столицы страны Ашхабад Условия в ней ужасны и противоречат всем человеческим условиям Большинство заключенных погибает прямо в ней Из-за условий содержания в тюрьме Пришло время провести персональную экскурсию Для анти-сторонников режима Тургменбаши Внутри стен этого здания Добро пожаловать Оп, стабильность, поддержка, значит, нашей идеологии И получим 2 единицы укрепления В регионе нашем Вот здесь Как бы И так единица есть Нормально Прирост политки 0,02 Я думаю, что я так долго коплю ее, чтобы провести в Пакистане перевороты Она же не растет Из-за низкой стабильности такой вот А, ну сейчас ситуация получше стала 3% стабы А, опять эти фермеры Опять деньги хотите забирать у меня политку Че, может, посыремся с ними немножко Просто как бы, ну, не хочется отдавать Ладно, давай я дадим, ладно Фермеры просто нам дают и прирост населения И военобязанные факторы И вот величина налога минус 3 Тоже на фабрике полезно И максимальное количество зданий Так что пускай будет Без взятого фокуса, конечно, сидеть можно Но это очень долго ждать Пока накопится 200 политки Нужно еще это минус 59-то покрыть Давайте выйдем вот сюда Тут стабильность добавится Это увеличит прирост политки Погнали Ситуация в стране крайне плачевная После неудачного переворота проходят протесты Нужно срочно подавить их Давай Так, ячейку мы еще одну получили И выходим вот сюда Вот тут темп исследований И объем производства военной промышленной Да У нас его нету просто 63 Нифига оно растет быстро Так, подожди Там же 80 нужно, чтобы переворот там провести О, значит Все-таки растет Вы издеваетесь? Опять политка минус 150 Ладно, давай посадимся На том же уровне останемся просто Эти фермеры Эти ивенты фермеров Какой-то капец Они меня бесят Это вот единственное, от чего я хочу сейчас больше всего избавиться Ой, садам пусин захвачен Тут американцы, вон это самое Довольно теперь Миграционный кризис Из Туркменистана начали активно уезжать Оппозиционно настроенные граждане И бывшие министры Они просят политические убежища у других государств А уже за границей они начинают проводить свои заявления Об открытии своих партий В изгнании И требовать отставку нынешнего правительства В связи с чистками Который осуществляет против граждан Туркменистана Забор Мурад Нияжев И без них Ох тыж минус 45500 В России плюс 15 В Германии плюс 10 тысяч В Узбекистан плюс 500 человек В США плюс 5000 В Турцию плюс 10 тысяч Прям расписали Красиво так значит И стабильность минус 5 Плюс 10 Я такой оу А тут дать и минус 5 Но оно не двинулось Там базовое значение регулируется просто Вторжение в посольство Узбекистана Шахмурадов и его подельники прячутся Одно из возможных мест посольства Узбекистана Мы пошли там посмотрим Точно блин Я сейчас это взял Отключил автоматическое влияние на Пакистан Потому что зачем у нас так уже Ну меньше процента надо Чтобы его замаринетить Поэтому сейчас политка будет быстро расти Можно сейчас в принципе фокус даже не брать Потому что сейчас Но он реально будет хорошо расти И все Даже торговое соглашение Кстати можно заключить Там процент примерно 1 добавится Но нам уже не надо Так Вторжение в посольство Узбекистана Поступила информация о том Что разыскиваемые трактористы В круг которых входит Шахмурадов Борис И его сторонники-либералы Причастные к покушению на жизнь Сапурмурада Ниязова Могут скрываться в посольствах Соседних стран для последующего побега За территорией Туркменистана И поиска политического убежища Уже за границей Мы можем сделать исключение На резолюцию 50 на 80 Венской конвенции О дипломатических отношениях И направить постановление Сверхованного суда В Министерство национальной безопасности И остальные силовые органы Для оперативного розыска ноябристов Внутри посольств Узбекистана Сотрудники посольства Узбекистана Явно нелояльно будут Относиться к нашим действиям Взять посольство силой Направить юридический запрос Узбекистан Но так как мы здесь Будем агрессивной стороной И возможно это как-то нам поможет Избавиться от нейтралитета нашего Будем брать силой Поехали Ну и меры по ограничению Въезда и выезда Закрытые границы По которой война обязана конечно упадет 31 тысяча сейчас у нас у людей Стаба плюс 2 Защита дивизии плюс 5 Кстати и временно продание Цели войны плюс 5 Ну это ладно уже Но пока да Сидим без фокуса Пока купим Группа спецназа МНБ Туркмении Начала штурм территории Где находится посольство Узбекистана В столице Ашхабаде Несмотря на протесты Работников посольства спецназа Другие сотрудники МНБ Туркмении Ворвались в здание Посольства Узбекистана Внутри здания посольства спецназа И другие работники МНБ Начали поиски Скрывающегося Бориса Шахмурадова Однако так называемых Ноябристов И Шахмурадова Которые участвовали В попытке провалившегося покушения Найти не удалось А отношения с Узбекистаном После данного происшествия Уже точно станут непозитивными На ближайшие пару лет Опять поцрали еще сильнее О Они кстати в плюсе Отношения нашей Филин организации Русский является одним из основных языков В стране плюс 5 Мы поэтому друг друга любим Политическая пропаганда Слушаю Отношение-то хорошее у нас Пересидел сейчас я немножко Паузу не снял Так что накопилось много политки И денег Я вот тут сейчас ее потратил Протыкал И сюда тоже протыкал Теперь у нас 78% 92 шанс успешного переворота Ну Я надеюсь Повезет нам Давай Повезло да 92 Как в запасах А нужно 80 Вот так Все марионетим Есть Теперь мы можем сделать вот так вот Есть И получить Часть твоей экономики Подожди Излишки ли выбраны страны Да Часть твоей экономики Должна отойти к нам Но что-то как-то не отошла Видимо на гражданские нужды улетел Так что у нас сейчас 11 фабрик Ладно Так смотрите Что мы можем с ним делать Вообще в идеале все дело Конечно присоединять Но он еще не скоро выйдет К непрерывному фокусу Который В увеличении автономии Который нам очень сильно будет мешать Присоединять Пакистан Так что Пока что можно этим не заниматься А продолжать просто его застраивать На будущее Ну просто чтобы деньги куда-то втюхивать Вот эти вот на инвестиции Давайте офис Потом с долгом Точно Надо его офисами сейчас застраивать Потому что Долг-то Мы же тоже Заберем себе Давайте еще вот здесь Больше офиса Больше денег А кстати он в плюс идет По деньгам Идет в плюс Так что скоро будет постепенно Избавляться от долга И потом когда присоединим Мы же это тоже себе получим Так что Вот такие преимущества есть Давайте еще и вот сюда А в себя мы инвестировать не можем Что странно То есть за деньги сюда нормально А в себя не можем Хотя денег много А строительных мощностей у нас мало Так что вот хотя бы Пускай они наслаждаются Вот этим вот всем Ну понятно мы даем деньги А они строят Ну как бы они строят не за счет Своих фабрик Ну вот так Короче все Ладно Давайте сюда 50 палитки втюхаем еще Оман 12,5 у нас процентов Палитка пускай короче копится еще Буду еще его сюда вот тратить Тут почти 12 И будем маринетить Вот уже их ресурсы Все получим У Омана конечно не так уж и много Но Чё по нет Потом можно наивен пойти Олигархи нам дают скорость Третье что фабрик на 12 процентов Увеличение А мы сейчас одну инфраструктуру строим Ну надо 51 Тут у нас нефти Тут еще так понемножечку Надо все таки Вот это еще 6 Инфраструктуру построить Тут пока ничего не добавится А потом уже будем строить Эти вот фабрики Тут просто как бы инфраструктура Он дает еще Скорость строительства Поэтому Надо все делать А сетевую мы не можем строить Потому что у нас нету 1G А вот это она же увеличивает Просто сетевая написано Увеличивает местную скорость строительства И обычная инфраструктура Тоже растут написано Плюс 75 Плюс 75 Плюс 15 Плюс 15 Тут вообще 0 Так что и это увеличивает скорость строительства И сетевая инфраструктура тоже Так что можно потом ее построить Тут хотя бы чуть-чуть И тогда уже можно будет фабрики быстрее строить А это 1G Блин а я тут нажал На микрокомпьютеры Давайте 1G лучше возьмем Целый год будем изучать вообще Потом уже сюда перейду 2G потом Тут снижение расходов кстати на образование Потом можно выйти еще сюда Тут темп исследования Объем производства И тут еще снижение расходов на образование Тут плюс 5 Так что это равносильно вот этому Зато здесь бонусы А вот нейроны сети Ну и тут очень долго 528 дней Да бонус тоже хороший Но такой себе Вот штраф за нехватку ресурса Минус 10 Вот это очень вкусно Но очень долго Так дальше Вопрос Куда пропал Варламов Вернись Бывает такое О вот он Вопрос двойного гражданства Значит политвласть Прирост стабильности Это ж мем с этим Гражданцем Туркменистана У Варламов Я так понял это фейк? Потому что Он же не может его получить Он же там это Не въездной вроде как Просто его постили Как камнем какой-то И дальше у нас будет выбор Разорвать соглашение Шо? Шайка Шахмурадова Находилась в России И курировала деятельность Врагов народа Из этой страны Ага И запрос выдачи в России Шайка Шахмурадова Находилась в России И курировала Аа ну понятно И так и сяк Но здесь мы разорваем соглашение С России или что? Ну короче здесь сейчас будет ивент Посмотрим Мы же там будем выбирать Ни для кого не секрет Что многие граждане Туркменистана Имеют двойное гражданство с Россией Данное соглашение Действовало еще при правлении В стороне Бориса Ельцина И по сей день Однако из-за ситуации Внутри страны Многие оппозиционные личности Коварные трактористы Пользуются возможностью Сбежать из нашей страны И правосудия Путем миграции в Россию Данный вопрос должен быть решен Ага Там нам сообщили эту информацию Выбор здесь Мы можем запросить выдачу Шайки Шахмурадова Из России Стаба плюс 5 А тут стаба плюс 5 Плюс еще и как бы Поддержка идеологии будет плюс 5 Либо же мы можем Разорвать это соглашение О двойном гражданстве Давайте вы в комментариях Напишите как нам лучше всего поступить И вот здесь вот еще смотрите Мы можем Туркменский газ в Россию направлять Филиалы Газпрома Газопровода восток-запад Либо же В обходы России пустите Газопровод Договор с ЕС Нужда в инвесторах В Турции, Германии И Азии, Европы Это в любом случае Ставт выходим Скажите еще здесь На Россию ориентироваться Или больше против Наверное если мы будем Разрывать соглашение тут с Россией То он наверное против Если все таки запрос выдачи То лучше И Россию здесь поддерживать Хотя мы тут и так Вон против России Начали действовать Наверное лучше и здесь Продолжать это делать Ну короче посмотрим Напишите в комментариях И в следующей серии Уже посмотрю комментарии И решу Спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик Чтобы больше не пропускать Новые видео Оформляйте спонсорку Чтобы получить классные бонусы А также играйте В антиклерной партии Просто общайтесь На нашей серии Рай в дискорде В ссылке в описании Ну что ж С вами был Эмбер Спасибо большое за просмотр До встречи